Друзья, мы видим Ирину, вы видите Ирину, которая надрала листочков. Ну, она буквально по листочку собирала. Вот смотрите, вот этот листочек от капустки. Вот этот... Это чарт. Это чарт. Вот, что-то еще. А это кейл. У нее там несколько разных кейлов было. То есть она буквально шла вдоль разных грядок и по листочку их, ну вот, ну и мне нравится, надрала. Ну, надергала. Так, значит, редисочка очень симпатичная, органическая. Редисочку мы купили утром. Лучок откуда? Наверное, тоже из магазина, потому что вряд ли мы сегодня на грядке его не надирали. Вот эту капустку, представляете, друзья, капустка, мы ее сегодня тоже собрали. Помидорчики органические, свежие, замечательные совершенно помидорчики. После грядки мы вышли в магазин и купили сметанки. Вот видите, для борща. А, это не для салата, для борща. Для борща. А у нас борщ есть. Ну, хорошо. Все это, конечно, вот рядом опосредует звездой Давида, кошерные намоцы, там все дела. Вот редисочка пошла. Ира, ты же можешь что-то сказать про редисочку, которую ты режешь? Это обычная редиска? Если я попробую, тебе скажу. Скажи, скажи. Ммм, сладенькая. Сладенькая. Так, друзья, давайте я тоже возьму. А все органические вкуснее. Вкусоченькая, правда? Действительно вкусная редиска. Ммм, друзья, это... Это та редиска, которую делировал с кулаком. Да, да, это не редиска. Мне говорят, что вы кулак показываете? Я просто по размеру сравниваю, что редиска размером с кулак. Ну, или, может, кулак небольшой. Я просто не... Ну, надо попробовать, я боюсь много киллов вашего. Так что вы таки будете салатом? То есть, все, что есть, туда или какая-то есть идея? Все, что есть, в этом идея. Так. Так, ложечка есть большая? А что мы его маслицем? Чем мы его сдобрим? А вот эти маслицем с орешками. Оливковым маслицем? С оливковым маслицем, да. Оливковым маслицем, да. А вот эти орешки, это что, вот это для салата? Орешки можно на топе. Вот те вот стоят там, да? Все это, друзья, стоит тут для салата. Ну, соль, это понятно. Орешки. Ну, такая, наверное... Тут какая-то... Вы, наверное, разберетесь сами с приправками. Я, тем более, я без очков тут через камеру смотрю. Считаем салатным продуктом. Так. Понял. Это специально для салатика. Посыпать виноград к этому делу отношения не имеет. Просто так виноград для употребления. В бой вступает тяжелая артиллерия. Органический уксус. Так. А знаете, у нас экстра вергент олив ойл, друзья. И тоже органик. Представляете, какие мы станем органические после этого салата? Сиди. Ой. Сиди, да? Ирина, а вот эти клубнички, я здесь, то, что мы принесли с поля, вы подсобрали, мы их не хотим бросить несколько в салат? Вообще, это хорошая идея, нет? Нет. Там, где помидоры, не бросаются фрукты. Мы, друзья, нависаем с вами камерой над салатиком. Мне не нравится. Пахнет, знаешь, уксусом пахнет. Ну, там есть уксус. А, и масло тоже уже есть? Да. Ну, я пока не пробую, просто вот красоту смотрю. Но, что, друзья, есть салат, если к салату нет ничего больше? А у нас к салату была курочка, которую мы сегодня прикупили. Вот ее тут разрезают люди аккуратненько. Значит, и курочку мы купили. Сами ее не варили, не жарили. Купили готовую. Ну, а борщ? Достань борщ еще. Борщ, это самое главное. Друзья, не верите надписи. Я часто говорю, нельзя, вот знаете, как объявление о работе говорят, такие навыки, и Джаву подавай, и С++ продавай, а там 25 долларов в час. Значит, ручной тестер и еще ничего. Вот тут написано, иди филки фиш. Так? Это неправда. Это как объявление о найме. Там борщ. Борщ, который сделала Ирина. Ты как рекрутер прямо, знаешь, пишешь одно, а делаешь другое. Ира, скажи нам, в этом борще есть какая-то правда жизни? Ира, тебе вопрос задали. Да, правда жизни. Борщ. Он весь органик. Да ты что? Все органик, абсолютно. Борщ органический. Да. Тут все виды капусты какие существуют. Тут картошка органическая. Цветная, у нас все тоже органическая. Светлочка, а курица тоже органическая? И курица органическая. Я-то думал, что курица нарушит это самое. Я начинаю с подозрения посмотреть вот на это вот пташе млечко, птичье молочко. И думаю, может быть и оно уже органическое. Нет, это реально. Это польская. Это сосиска органическая. Польская. И там еще, друзья, это маковый рулет. Маковый рулет. Прям как из анекдота о поручике Ржевском. В общем, у нас очень вкусный маковый рулет. Если вы думаете, друзья, что нужно сделать перед тем, как эмигрировать, и вам кажется, надо наесться вдоволь макового рулета, чтобы потом долго не хотеть, не волнуйтесь, вы здесь найдете маковый рулет. То же самое сметана, борщ, бурдика, курица, все есть. Ирина, а есть ли что-то такое, чем надо наесться на родине, прежде чем ехать в эмиграцию, чтобы потом долго не хотелось? Я не имею в виду в переносном смысле, чего надо наесться, а там уже все наелись. Ну вот и нас кушать, чтобы. Не знаю. Потому что там вся еда вкуснее, чем здесь. Вот. Да-да, просто... Майя приехала, говорит, как там вкус? Вот, вот, друзья. А здесь другая флора и фауна, не знаю. Вот, тогда, значит, просто обожритесь как следует. Потому что, а то знаете, что получается? Люди приезжают сюда и начинают поправляться, знаешь, им хочется того попробовать, этого попробовать. Поправляйтесь там. Поправляйтесь там, а здесь будете худеть. Правда, как я придумал? Как они когда покупали? Да вы что? Друзья, это органические сосиски, которые нарезаются... Ну просто нужно, ну просто нужно доесть их. В органическую картошку. Оставить три сосиски. Три сосиски надо доесть, почему же не доесть? Ну, так вот, по-моему, какие-то... Это все органическое. И я, я не знаю, не хочется говорить кошерное. Нет, оно не кошерное. Не кошерное. Какое-то говяжье, это не свинные сосиски. Говяжье. Ну, этого мало, чтобы быть кошерным, но, в общем, с претензией на кошерное.